Итак, продолжение эксперимента. Суть эксперимента была в том, что побриться вот этой бритвой, голдоллар, ну, всё достаточно успешно получилось, и заточить, побриться. Единственное, ну, был уже обзор об этом. Из-за плохой геометрии, значит, вот здесь на пятке бритва не проточена. Ну, основное, конечно, вот это вот носок важнее, чем пятка. Ну, тем не менее, вот. Так, сегодня продолжение эксперимента. Я буду пытаться делать правку бритвы на самом дешёвом ремне, который я нашёл, там, я не знаю, из брезента. Китайский ремень. Два доллара стоит. А в прошлый раз, значит, я заточку делал бритвы, ну, на нормальных камнях, и правку вот тоже на нормальном ремне, конояма, кардаван. Вообще суперовский ремень, 50 тысяч. Вот. А сегодня я буду делать правку вот на таком вот недоразумении. Это, ну, больше похоже на какую-то детскую игрушку. Но, тем не менее, будем пытаться. Значит, у неё тоже две, как бы, две половинки. Значит, одна это материал, вторая дермантин. Значит, ну, материал должен быть... Здесь, скорее всего, хлопок. Не знаю. Должен быть льняной вообще. Так, ну, ладно. Меньше разговоров, больше дела. Так, начали. Так, ну, не знаю, каков эффект. Ерунда это, конечно. Так, здесь вот. Так. По-другому как бы не получится. Значит, имею очень короткий. Так, ну, да. Так, начали. Так. Будем считать, что подправили бреду. Так. Сделаем тест на резку волоса. Ещё раз. Так, вот, после правки на... Вот, это ремни китайском. В принципе, режет. В принципе, режет вообще на удивление. Итак, голд-доллар. Продолжаем. Так, ну, в принципе, неплохо. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... ...правил перед бритьем, а второй раз на дешевом китайском ремне. То есть бритва 4 доллара стоит и ремень 2 доллара. То есть всего вроде как бы затрат 6 долларов. 6 долларов. Продолжение следует... Суть эксперимента возможно это или нет. Ну, возможно получается. Если... Если люди правят бритву на куске кафеля, то можете представить, что в принципе... В принципе возможно. А мне хотелось бы, чтобы вот из этого фильма правильные выводы сделали. Я в конце не буду вывода. Вот сейчас побреюсь и всё. Ну, дай бог, добреюсь. Это не в том плане, не призыв начинающих там особенно, что ребята, вот возьмите бритву за 4 доллара и ремень за 2, и всё, и будьте счастливы. Нет, это совершенно, совершенно не так. То есть вот эту вот бритву заточить, значит мне пришлось... Перед ней сотню бритву заточил. Перед ней сотню бритву заточил. Могу сказать, что вот второй раз, ну, как бы похуже идёт, мне кажется, вот после этого ремня, то есть этот ремень, ну... То есть если бритва, это ещё, ну, как бы куда ни шло, да, ну, вот такой вот этот ремень... Так. 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 Тоесть, если с бритвой кому-то... может вообще повезти попадется хорошая геометрия то есть она ровная принципе людям попадаются бритвы с хорошей ровной геометрии и при нормальной заточки если вот ну стали вот такая как это скажем условно вот на этой бритве в принципе вполне стоит я второй раз уже брею держит заточку и и и и и и и так ну в принципе нормально вот значит если бритва вот как бы повезет с хорошей геометрией возьмете то в принципе в принципе приемлемо вот а ремень вот этот вот ну не знаю как эксперимент это можно там ну ремень не пойдет явно не пойдет ну совершенно это игрушка ну все всем пока